друзья всем доброго времени суток продолжаем наше путешествие владивосток питер вот здесь мы с вами остановились в прошлой серии это транспортная развязка мы проехали город тверь с вами и теперь что теперь едем дальше до перейдем дальше но прежде чем поедем на рекомендую подписаться поставить лайк написать интересный комментарий всем приятного просмотра еще раз желаю и что хочу сказать одна особенность сегодня мы посмотрим с вами фотографии сегодня мы обязательно посмотрим фотографии фотографии города твери и уже двинемся непосредственно сдвинемся непотребно непосредственно дальше сейчас только одну секундочку пожалуйста так так ну что поехали смотрим так город тверь давайте сначала общее второе начало общие фотографии а потом уже все остальные вот такой вот город тверь мужеству и отваге пожарных спасателей мчс освещается до это река волга это река волга ну вот собственно общая фотография такая вот но это еще не все теперь непосредственно мы можем можем посмотреть еще и по районам вот давайте посмотрим московский московский район что нам тут предлагают вот такой вот вид вот такой вот вид центральный район даже без него такая картина тут и тут зеркальная зеркальная ну вот тут по моему видели дом дверь дверь вот такая вот стала но это скорее всего вид с какого-то окна четвертого этажа вот так вот вид кто снимал так и 1 майский 1 майский район да это наверно это все-таки район но одна фотография что-то какая-то прямо слабенькая так какой еще район мы не посмотрели нет это не район вот еще заволжский район да так вот и не но вот вот не дают нам такой возможности посмотреть ну ладно давайте отсюда снова такие рельсы трамвайные хотя трамваи мы не видели так вот это я не пойму что это вот это бегония пятнистая да и тигровая игровые пятнистый по-моему пятнистый игровая другая пятнистая бегония ну и вот такая вот радуга саня так ну теперь что давайте смотреть непосредственно объекты которые мы так воинское захоронение бабачевский бор опять вот такая табличка но это не будем отвлекаться вот такие вот мемориалы тут все больше ничего нету все естественно не посмотрим самые такие основные теремок детский дом теремок стоит ли его посмотреть подавайте глянем медицинское учреждение закрытого типа посторонним вход запрещен или еще запрещен медицинское учреждение написано не просто так что еще тут интересно из такого мы всякие детские сады и вот эти смотреть не будем я думаю ничего такого а в родильные дома тоже нет смысла ну вот южный парк можно глянуть почему бы нет где детский такой детский детский парк люди вот выкладывают фотографии снимают детей снимают детей снимают детей так вот какая-то гостиница густ хаус ван шкалова ну неплохо неплохо в целом хороший домик достаточно вот так вот выглядит ну да вот так такая вот гостиница так дом торжеств golden plaza тут скорее всего какие-то мероприятия свадьбы банкеты проходит такой ресторан ну да вот свадьбы в основном давайте посмотрим опять же предупреждаю если какая-то будет сторонняя музыка нарушением авторских прав естественно я ее отключу ну вот так в общем желаю комплекс мичуринский давайте глянем может кого-то заинтересует вот это уже без отделки вот это санит с отделкой уже прям даже вот такая кладовочка или это не кладовка наверно могу точно сказать ну вот это вот то что мне не нравится окна в окна прямо сами видите да вот окно и вот окно против окна я ничего не имею на тете недалеко вот это прямо окно в окна в окна вот тут скорее всего тоже будет дом построенный поэтому мало мало вероятность что у вас останется вот такой вот вид то есть вот эта часть того так вот она где-то все да не все а вот эта вся часть сесса у вас я просто не знаю что тут что с этой стороны но как-то так как-то так что у нас сегодня тут еще интересного церковь арсения тверского давайте посмотрим такая вот небольшая церковь к прям совсем-совсем небольшая ну как небольшая в принципе как бы достаточно места так двор пролетарки морозовский городок морозовские казармы блин вот этот по моему вот это я где-то видел у кого-то каком-то видео да вот это вот здание ну да можно посмотреть на ютюбе кто-то снимал такое я посмотрите так лестница уходит сюда-сюда-сюда-сюда вниз да здание конечно таком очень таком плохом оплоченным состояние находится я просто даже не знаю живут ли там сейчас кто двор пролетарки может быть и нет а это и даже вот этот наверно кожа логом лиц такой или что это интересно такие лампочки фонари такие это же так поющий фонтан очень тут дети любят играть еще что он еще все облил что ли воды в него лопанул купается под фонтаном а а а Продолжение следует... 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 Витая такая лестница. Вот так. Когда до Питера доберемся, там будет Эрмитаж, конечно. Гораздо больше фотографий Тверской государственный медицинский университет. Этот спектакль мы посвящаем памяти Григория Мироновича Слободкина. Вот смотрите. Вот даже красный диплом. Да. Но эти не красный. Вот. Ну, не факт. Ну, возможно, что у них еще и... Они, может, не отличники, но... Там от Пару-четверок, может быть, вот такие вот люди медицинского университета. Театра юного зрителя. Как мы его с вами проезжали, по-моему. Вот такие дети. Чего-то, что-то снимают, играют, выступают. Вот такие вот. Дети и взрослые. В общем. В общем, дают представление. Для детей и не только. Ладно, поехали дальше. Музей Плюшкина еще есть. Давайте посмотрим памятник Михаилу Кругу. Кажется, не то. Памятник Михаилу. Музей. Или сначала давайте мы музей Собора Вознесения Господня. Тут сейчас брем несколько фотографий. Ну, вот этих объектов. Повторяюсь, все, опять же, не посмотрим. Ну, какую-то часть обязательно увидим. Так что попрошу подписаться на канал. Кто не подписан, обязательно сделайте. Напишите комментарий, поставьте лайк. Так вот. И огромное спасибо, кто это уже сделал. Так. Площадь Ленина. Ну, мы посмотрим памятник Ленину. Ну, мы его уже проезжали. Просто немножко освежим. Ну, и за одной площадью можем увидеть. Вот она, площадь Ленина. Ну, и памятник, соответственно, ему посвященный. Вот так. Музей, музей фотографий Искра. Глянем. А, понятно, тут музей не только... Извиняюсь, имеется в виду фотографии, но и все, что с ним связано. Вот, фотоаппараты различные и так далее. Помните, вот такой фотоаппарат. Сейчас вылетит птичка. Кто помнит это в детстве? Ну, я имею в виду примерно вот так. Моего поколения, может быть, чуть постарше. Не, ну, тут, конечно, это прям совсем уже... А вот, у нас когда фотографировали... Когда фотографировали, помню, еще в детском саду или в школе, в начальных классах. Ну, тогда же фотографии... Не понятно, что его не сразу получали. Либо фотографии сначала фотографа их делал. Эти фотографии. Они же были не в электронном виде. Не сразу, несколько дней уходило. Может, неделю даже. По-разному. И вот. Вот, да, вот так вот они проявлялись. Негатив проявится в красном цвете. Вот. Да, когда-то вот так вот было. Делали вот такие вот фотографии. Да. И вот всегда фотограф говорил, дети, улыбнитесь. Сейчас вылетит птичка. Ну, естественно, никакой птички не вылетало. Так, памятник Михаилу Кругу. Ну, я думаю, Михаил Круг. Может, не всем, но большинству известный певец. В основном такие пел песни про блатняк. Ну, не совсем блатняк. У него больше шансон был таким с блатным. Вот в тюрьмах пел в лагерях. Как бы его слушали. По-моему, его убили. Вот. Он из Твери, поэтому ему памятник и посвящен. Здесь. Так, ну, давайте тогда. Памятник князю Михаилу Тверскому. Еще глянем. Вот про это я не могу ничего сказать. Михаил Тверской. Какие-то знакомые. Не могу вспомнить конкретно про него. Вот так вот. Ну, видимо, какая-то известная личность. Раз уж ему памятник тут. Поставили. Значит. Личность известная. Блин. Не могу вспомнить. Вы можете посмотреть в интернете. Если кому-то интересно, что это, кто это такой был. Ну, и памятник Андрею Дементьеву. Андрей Дементьев, это, по-моему, был поэт. Андрей Дементьев. Здесь влюбился я в Волгу навеки, и отсюда мой начался род. Здесь стихи, словно добрые вехи, и помечали дорогу в восход. Андрей Дементьев, да. Поэт. Это поэт. Я только знаю его, вот это вот, четверостишки. Никогда, 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 ни о чем не жалейте. Не потерянных дней, не сгоревшей любви. Пусть один гениально играет на флейте. Но еще гениальнее слушали вы. Ну, там у него длинное на стихотворение, вот это тоже. Но я вот отрывок четвероствейший, вот это вот запомнил. Больше, как бы я его стихов не знаю. Так. Таборная мечеть. Таборная мечеть. Посмотрим обязательно сейчас. Вот она, кстати. Мы ее с вами проезжали. Мы ее проезжали, да. Мы ее проезжали. так все здесь все так ну что давайте тогда я думаю нет смысла давайте еще посмотрим вот эту вот часть здесь по-моему уже посмотрели все что нам церковь арсения тверского а мы ее смотрели все вот мы этот объект уже видели суворовское военное училище почему бы нет посмотрим суворовское военное училище прям как в казарме все не как конечно казарме казарме по-другому но все равно равно так а а а а вертолет есть видимо какая-то важная шишка прилетает какой-нибудь что генерал-майор или кто-то еще более такой важный важная персона на вертолете прямо давайте переместимся вот на эту часть города здесь тоже есть несколько фотографий интересных так церковь мины виктора и и витентия вот такая вот небольшая церковь в честь каких-то святых я их не знаю ну дом мартина дом мартина какие-то как и церковь сергия радонежского посмотрим тут немножко фотографии совсем чуть-чуть как бы есть небольшие так вот еще берег больше тут больше тут особо таких нету ничего переходим сюда знак тверь ну его мы уже видели нам больше не знак тверь показывает вот знак тверь вот такой вот малина буквы прям огромные метра 2 наверно половиной ну вот сравните вот человек а вот буквы до метра два точно как бы не больше успенский собор успенский собор дам тоже вот такой вот объект блин красиво так тверской государственный технический университет блины честно думал будет много фотографий ну вот так вот чуть-чуть одно секундное ролик односекундное односекундное видео который особо то нам ничего не покажет ну ладно что мы еще не посмотрели тверской государственный университет тут нет фотографий вообще нет памятник афанасию никитину это можно глянуть тверской купец он то лист из твери афанасий никитин хождение за три моря но что какие три мудре море я думаю возможно вы узнаете за какие именно три моря имелось ввиду хождение афанасия никитина купец анаси никитин предприниматель как бы сейчас его назвали памятник подводником купец синоним слова предприниматель вот так блин сразу же напоминает приходит в голову подлодка курск которая затонула но этот памятник посвящен даже не знаю в общем понятию подводников не конкретно тем жертвам да было такое к сожалению подлодка курск три церкви в трех исповедников ух сколько но тут не только голуби тут еще птицы он какие-то утки смотрите в вот так так еще чуть-чуть там еще там несколько фотографий ну как несколько еще будет еще достаточно много вишневый сад это гостиница интересный продовольственный запас владельники тверская иконописная мастерская тут одна фотография думаю нет смысла и нам смотреть так церковь серафима сараб ского и тут не только церковь показывают тут вообще общий план близлежащих мест у нас вот так так давайте здесь еще посмотрим дворец культуры металлист тоже походят различные выступления и и и и и А это кто? Блин, какой-то знакомый сначала показался, не знаю. Может, просто показалось. Не могу так сказать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Храм Блаженной Ксении Петербургской. Вот и ей памятник посвящен. Да. Святая Блаженная Мать и Наша Ксении, моли Бога о нас. Вот так все выглядит. Так, еще несколько объектов, посмотрим. Хотя, в принципе, я думаю, что можно уже на этом и завершить. Ну, не серию, конечно. Серия еще продолжится. Да, серия еще продолжится. А вот по фотографиям... Ну, давайте еще какой-нибудь одно... Одно. Будь один объект, который мы не посмотрели. Которая прямо точно. Церковь Белая Троица. Можно, можно глянуть. Блин, что-то под памятник архитектуры XVI века охраняется государством. Между прочим. Да. 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 так ну в принципе что можно как бы подводить итоги целом неплохо получилось неплохой такой как бы достаточно город ну конечно же будет на все смотреть вживую понятно что но в принципе в принципе я думаю что можно поставить оценку где-то 4 с плюсиком или 5 с минусом нет лучше 4 с плюсом лучше поставить чуть похоже но в большую сторону чем 5 и минус ставить ну хотя у каждого свой результат на своей мысли по этому поводу но мы как бы возвращаемся на нашу трассу возвращаемся на нашу трассу вот и сегодня уже сейчас немножко проедем буквально буквально чуть-чуть так тут какой-то мост настроен да что-то типа того на мост ну а мы едем едем дальше завол за волжский так ну вот тут этот поселок а вот наверное стояла ему посвященная или нет давайте глянем дом культуры юность но это какой-то небольшой пригородный поселок давайте я попробую сейчас посмотреть нет наверно не ему стояла попробую сейчас посмотреть фотографию давайте я сначала выйду из него вот оно тут поселок пригородный судя по всему точности было в деревне бы на нас название было бы на волжская а это заволжский так что вероятнее всего что это именно он именно поселок ну а дальше сейчас пойдет такая длинная длинная дорога давайте глянем фотографии если нет и если они такие тут есть опять же повторюсь но потом не подсказывает есть да это поселок это поселок причем поселок сельского типа понятно это поселок сельского сельс поселок сельского типа ну а мы что мы едем дальше мы едем дальше ну как бы дальше уже подводим итоги сегодняшняя серия у нас получилась такая прям так ну под конец опять начинает включить хотя под какой конец мы по сути только начали вот до этого то мы и не ехали в основном вот такая вот серия опять завтра уже и увидите так что-то надо посмотреть что-то мне по моему видео я не знаю все ли я правильно сделал выложил я видео прошлое не выложил что-то какое-то предчувствие что я ее не выложил не посмотрел надо будет не вернуться посмотреть если что придется выкладывать и заново надеюсь что все нормально вроде бы через день ролики выкладываю записываю монтирую выкладываем поэтому поэтому если вдруг что не бессудьте может быть ну всякое бывает всякое в жизни бывает поэтому не стоит на это внимание акцентировать так предлагаю я сейчас доехать до мир мир мирины начнутся начнется село или что это доехать до нее доехать до нее и на этом остановиться вот такая у нас получилась серия сегодня спасибо еще раз всем кто посмотрел ее вот кто ее посмотрит надеюсь вам понравится пишите новинки загородный отель морская усадьба ну нам чуть 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 буквально проехать хотя можно и тут остановиться да давай ну давай уже сейчас там будет поворот мы остановимся да хотя в принципе вот вот уже сейчас подъезд на берми рин и окно давайте не здесь давайте все таки остановимся такой забор пошел заборчик такое прям немаленький не маленький отнюдь контакты так мер мер мерины мер мерины ну они будут у нас вот еще один смотрите такой строит мост чтобы можно было спокойно переходить дорогу вот номер мерины у нас идут туда мы их я думаю посмотрим уже в следующей серии это село поселок или что там деревня и уже продолжим дальше поэтому друзья подпишитесь на канал кто не подписан поставьте лайк и напишите интересные комментарии всем приятного просмотра увидимся до скорых встреч всем удачи всем пока